Гагаюшки, всем привет и добро пожаловать в игру Road to War, World War II. Что ж, ребятушки, я бы хотел сделать такое вот небольшое отступление, скажем так, по поводу моей военной кампании в данной игре. Что я хотел сказать, я хотел бы такой сделать небольшой маленький анонс того, что мы сейчас с вами имеем и как мы вместе с вами достигли такой цели. Что ж, давайте, наверное, пройдемся, посмотрим, что мы с вами имеем. За американскую фракцию США мы с вами достигли офицерской лиги третьей. Это было очень нелегко и непросто, но благодаря командиру операции воздушный десант и данными вот войсками у меня получилось это сделать и я этому очень-очень сильно рад. Также не забывайте, что в данной фракции есть у нас группа Groovy Boys, пока 4 человека, но это пока время покажет. Что ж, что мы еще с вами тут имеем? Мы имеем награды, это почетный легион, это служба на обороне, военные заслуги и бронзовая звезда, которая достигнута за офицерскую лигу. Еще, конечно, недоступна генеральская лига, но я думаю, пока мы остановимся и на этом. Так, дальше мы идем. Фракция СССР, Советский Союз. Что ж, мы тоже с вами имеем офицерскую лигу, достигли. Тут, конечно, все уже указано, сколько было боев, проведено побед и так далее, поражений. Поражений, поверьте, было очень много, но благодаря данному командиру, который имеет стратегию выжженной земли и данными войсками, мы с вашей помощью достигли такой цели и таких вот успехов на поле боя. Что ж, группа, сообщество мне досталась по наследству от какого-то азиата. Видимо, парню было некогда заниматься этим корпусом, скажем так, и у него не было совсем много свободного времени, поэтому я начал там проявлять активность. Он сделал меня старшим этим самым командиром главным. Вот, и я что, начал проявлять активность, просто смотрел, кто там, ребята там стараются, добавляют очки в корпус, кто там давно уже не был и как бы и не заходит. Поэтому он увидел, написал мне, типа, хочешь быть главным, я ухожу. Я такой, окей, давай, типа. Вот так вот я и стал им. К сожалению, переименовать никак нельзя. Вот как вот он его создал на азиатском, так оно и есть. Я только что написал, добро пожаловать в корпус, сажайтесь и побеждайте. Это чисто от меня такая изюминка. Так, что же, за Советский Союз все вроде бы понятно и ясно. Дальше переходим. Вермахт. Вот Вермахт, вот это, кстати, единственная фракция, за которой мне было максимально сложно достигнуть офицерской лиги. Но с большими усилиями и с нервами, терпениями и временем у меня все же получилось, конечно же, благодаря вашей поддержке, то, что вы смотрите мой канал, наслаждаетесь видосиками, пишите комментарии, реагируете как-то, проявляете свою активность. Это очень круто. Это, поверьте, мотивирует очень меня на создание новых видео, несмотря на то, что сейчас происходит в стране, какая там ситуация, какая загруженность у меня по работе, по дому, ну и так далее. Иногда просто очень приятно от всего этого изолироваться, от этого всего негатива и вот так вот просто взять телефон в руки, включить свою любимую игру, сделать что-то для вас, записать какое-то классное видео, показать, презентовать, еще от вас увидеть какую-то хорошую положительную реакцию. Это очень круто и классно. Что ж, за Вермахт. Доктрина Сападаш, мой классный командир. Первый, когда раз я скачал эту игру, играл в нее, и именно у Вермахта я играл постоянно за этого командира. Он мне как-то больше всего симпатизирует. Мне нравятся его приемчики, это вот подслушивание, брать чужие вот эти умения, навыки от других командиров, использовать против их. И, конечно же, там игрался с другими всякими умениями. Для меня как-то больше пустошь больше подходит, потому что это классная штука и против пехоты, и легкой техники, и даже когда уже время выходит, тебе надо срочно подбить здание. Вражеское, ты берешь и кидаешь эти мины на здание, это очень хорошо, кстати, выручает. С такими войсками еле-еле душа в теле, я одержал победу и получил вот эту вот офицерскую лигу. Третью, самую-самую последнюю. После нее уже идет, по-моему, генеральская лига. Также имеем все награды, кроме генеральской. Тут что, просто пусто. Я не знаю, за что это. Наверное, за то, что все награды получены были. Но мы с вами идем дальше. А, забыл, у нас же есть корпус, это ОС Альянс. Тоже четыре человека. Третьи человеки, наверное, верные, лучшие, которые были со мной в начале и сейчас со мной до конца находятся. Молодцы, хорошие ребята. Я им тоже желаю только хороших побед, классных сражений, успехов в бою. И последняя фракция, это у нас Восточная армия, тактика нападения, самый лучший командир, самое лучшее умение. Это тактическая бомбардировка и уражающий полет. Это просто для меня идеал совершенства. С такими войсками, кстати, вот новое военное подразделение, которое я себе взял, идеально помогло. Но это вот первая фракция, кстати, самая первая, с которой я и достиг последней, третьей офицерской лиги. Это была первая фракция. СССР была вторая. Американцы была третьей по счету, когда я достиг офицерскую лигу. И Вермахт стал четвертой, последней фракцией, когда я достиг эту офицерскую лигу. Так, что ж, есть у нас даже и в этой фракции корпус, я его назвал Блицкрих, тут три человека, так что имейте в виду. Вот такие вот у нас дела. Что ж, хотелось бы под конец сказать, что на этом этапе я делаю большую паузу. Я приостанавливаю свои вот эти всякие военные действия в этой игре. Не хочу больше, нет уже больше просто сил, времени делать классные видеоролики для вас, записывать офигенные сражения. Вот. И чтобы они не повторяли, чтобы это как-то было одно видео лучше другого и так далее. Вот. Поэтому на данном этапе я делаю паузу. Будет свободное время. Я постараюсь обязательно вернуться снова в эту игру для вас, так как я знаю, что вот именно с нее я и начинал, когда создавал свой канал. И дальше будем продолжать обращать на эту игру внимание. Вот. Так как она не стоит на одном месте, постоянно какие-то новшества происходят, то доработки, то обновления, то добавляют новых юнитов. Вот. Будем, наверное, с вами на ближайшее будущее смотреть поединки. Я думаю, да. Поединки, поединки. А как же мы с вами смотрели и куда заходили? Рейтинг. Честно, не помню, но как-то куда-то я заходил, кстати. Господи, я уже туплю. На ночь глядя. А, вот. Наконец-то нашел. Да, все. В дальнейшем, в ближайшем будущем будем заходить вот сюда. Здесь есть классные поединки. Самые топовые, классные игроки. Уже там, не знаю, 15 уровень имеют. В генеральских лигах сидят. Уже такие ветераны прям. Ветераны ветеранов. Самые-самые такие классные, жирные, топовые игроки. Что ж, будем сюда чаще заглядывать. И просто буду делать на будущее такие обзорчики, таких вот поединков. Ну и буду, конечно же, комментировать и говорить свое мнение. О, как так, а так. А вот можно было и так, или так, или это. Ой, нет, надо было так сделать. Ну, короче, я думаю, будет такой формат неплохой. Потому что хотелось бы немножечко и отставить свою активность здесь. И уже просто перейти как, знаете, такой. А, я ветеран тоже. Я буду просто наблюдать и комментировать, как другие игроки играют. Кстати, мы можем что-то из этого взять, какую-то пользу. Увидеть, может, какие-то новые стратегические направления. Может, какая-то новая тактика появится и тому подобное. Так что, всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что появляются новые подписчики. Я очень вам сильно благодарен. Мне приятно, вам приятно. Я надеюсь, что нам обоим приятно. И желаю всем всего хорошего. Берегите себя и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok